Вопрос священия Вопрос священия Вопрос священия Вопрос священный Поговорим о пьянстве и курении В том формате Что можно ли вообще от этого избавиться И первый вопрос Батюшка будет такой А почему привычка к питью И курению Вообще рассматривается как проблема Ведь многие же пьют, курят И не видят в этом ничего сложного Как проблем — Ну как вам ответить? Проблемой, наверное, она становится, когда мы начинаем чувствовать, что это мешает нам, мешает в жизни, мешает, замечаем, когда мы сожалеем, что мы что-то лишнее выпили, или мы не решили какие-то вопросы, или мы куда-то опоздали, мы вообще выпали из какого-то течения жизни. Ну а табак, не будет, наверное, оговорки сказать, что каждый курящий рано или поздно он чувствует, что что-то у него не так. Так вот, проблемы, когда человек начинает осознавать, что это ему порог, примерно это мы так характеризуем, это то, что отягощает человека, и тем он начинает тяготиться. — Дорогие друзья, напомню, чтобы задать свой вопрос нашему гостю, отцу Феодосию, вам достаточно позвонить по телефону в студию 639-717, и батюшка обязательно ответит на ваш вопрос, обещаю. — Батюшка, то есть человек должен, получается, в первую очередь заметить, что у него это страсть, а как он должен идентифицировать? Вот я дышу, просто живу и дышу, как я должен понять, что мое дыхание для меня есть проблема? — Вот интересно же, что, как правило, многие страсти свои мы замечаем-то не сразу, и пока мы, как говорится, лоб не разобьем себе, очень хорошо и основательно, мы даже можем не подозревать, что у нас какие-то страсти есть, что мы там нетерпеливы, что мы раздражительны, что нам вообще что-то не нравится, мы кого-то не принимаем. — Вот проблема основная людей, когда они сталкиваются со своими недугами, что они вообще об этом, они этого не знают, они что-то знают, но они этого не видят вообще, что же есть, кто я такой, вот, и как я себя, кем я являюсь для кого-то, ближнего своего, как я себя, какие я являю, что же я показываю-то из себя. — Вот это полная проблема такая, и это первое самое, что человек этого не замечает, не замечает, пока не упрется в какое-то явное препятствие, когда его что-то лишают, ему становится больно, он сталкивается с противодействием, он начинает думать, почему мне так плохо стало, что же такое, может быть, не так. — Все равно продолжает оправдываться, оправдываться в разной мере. — Вот процесс такой касается любого человека, и нас тоже с вами. — То есть, получается, человек может всю жизнь прожить и не заметить того, что он болен? — Ну, в общем-то, болезнь там, тем она и так особенна, что чем глубже человек болен, тем активнее он отрицает какую-то причастность. Вообще любая страсть себя так проявляет. — Но если человек не замечает, что он болен, он тогда болен или нет? — Ну, это можно увидеть только из окружающей жизни, если с тобой что-то начинает происходить, тебя почему-то гонят, мало ли что, от тебя отворачиваются, тебя бросают близкие. — Ну, какие-то в человеке... Он не видит, идет по жизни, ничего не замечает, он видит только самого себя, любимого себя облажает. — Вот. Вокруг у него так постольку, поскольку там мир существует для меня самого, я вообще вот едва ли не самый, ну, уж в этом городе так точно самый главный, наверное. — Вот. И потом он сталкивается с какими-то явлениями, которые по милости Божией, мы бы сказали, вот начинают его отрезвлять, что что-то, наверное, не так, что-то ты, наверное, делаешь. — Ну, это так грубая, конечно, схема. Все-таки в юности человек тоже себя обычно более четко видит, чувствует, но где-то вот потихонечку, так потихоньку, именно наши главные недуги, они для нас такие становятся, собственно, так, как часть моя такая. Ну, как же меня от этого лишить? Эта часть, вот, я такой вот, это, кажется, что вырежут сейчас кусок из себя. — Да, да, я понимаю, о чем вы говорите. Дай-то Бог, чтобы нам почувствовать то, чем мы болеем. Собственно говоря, программу-то хотелось начать совершенно с другого. В воскресенье, 18 мая, в 12 часов у вас будет от вашего храма, святого Александра Невского, начнется очередной, уже далеко не первый, крестный ход, который завершится молебном, но изъявлением обета трезвения. — Да, так мы это называли. — Вот об этом поподробнее. Что это такое? Почему крестный ход? Почему обет? Что это такое? — Служение разное бывает. Это общественная акция для того, чтобы лишний раз людям не то, что к проблеме... — Точнее, не лишний раз. — Не о том, напомнить, о чем все знают, что у нас пьют очень много и прочее, и прочее, а о том, что есть другая возможность жить. — Главное наше устремление показать, что можно жить, не употребляя ничего того, что нам мешает этой жизни, и показать, что это далеко люди не обездоленные и люди не лишенные чего-то, которые сознательно, осмысленно прекращают изменять свое сознание, вливать в себя там или еще как. Поэтому крестный ход — это, естественно, акция традиционная для традиций церкви, шествие людей, молитвенное такое, шествие, чтобы привлечь. А зачем мы идем? Почему? Мы идем по этой земле со святым образом и в честь утверждения трезвости обращаем внимание, что есть выход. — То есть крестный ход направлен в первую очередь не на его участников, а на окружающих, на прохожих, которые увидят вас? — Все, кто участвует и кто это видит, это действует все равно, потому что это мощное молитвенное такое, чем крестные ходы все отвечали, и вообще любое шествие. Это же демонстрация чего-то. Идут разные представители разных партий, разных сообществ. Это пришло к нам из христианской традиции любые шествия заявить, показать, что вот мы есть, это общность, допустим. И мы приглашаем, кто хочет разделить наши, показать, что вот такие люди есть, и это не так страшно, может быть. Ну и просто кто-то посмотрит, задумает, кто-то отвернется, кто-то начнет испытывать раздражение. Это призвано, как все духовное в жизни, оно призвано раскачать систему какую-то, немножко воздействовать на нее, капнуть вот так, чтобы кому-то неприятно стало. Может, он начнет, злоба какая-то в нем появится, протест, значит, другому это понравится и так далее. Поэтому публичная, общественная акция — это традиционная. Ну, мы не задумывали ее как большую такую, общегородскую, пока мы надеемся, что вот в сентябре, возможно, попечистство о народной трезвости, которое утверждено при губернаторе области, вот при заместителе по социальной работе Елена Владимировна Прокопьева активно согласилась принимать участие, что это будет и городской когда-то праздник трезвения. Возможно, 11 сентября в день памяти, значит, всекновение Иоанна Притечи. А сейчас это здесь, вот, по району, в районе Фактория. Второй год уже, в прошлом году это была очень красивая акция, людей пришло гораздо больше, чем мы предполагали. Ну и потом, вот, традиционная форма, о которой можно много рассказывать, но в каком-то отдельном режиме. Изъявление обета трезвости, да, необычное слово. Друзья, телефон прямого эфира, напомню, 639-717. Со своей стороны, забегая вперед, приглашаю лично вас обязательно принять участие в этой акции, если это слово позволительно, конечно, по отношению к крестному ходу. В конце программы я вам обязательно расскажу, поделюсь своим личным опытом, что это работает. Вот, ну, мне кое-что удалось сделать, всего лишь один раз побывать, побывав даже не на крестном ходу, а на обете... Обет трезвости. На обете трезвости. На обете трезвости. Который тогда совершал главный комитет. Оказывается, никаких обещаний там не дается. Вот в связи с этим у меня большой вопрос. Почему мы воспринимаем обет как некое обещание? Я очень внимательно слушал тот молебен, там нет никакого обещания. Ну, это забытая практика, она требует рассказа об этом. То, что было у нас довольно широко использовалось в древолюционной России, оказывается, вообще, как мы теперь говорим, напоминаем, что обеты в церкви – это скорее просьба человека Господу Богу. Но со стороны человека же должно быть какое-то изъявление, свое намерение. Когда мы принимаем святое крещение, повторим вот этот момент, мы там даем явные обеты, они очень короткие, но такие великие, страшные. Сочетоваешь ли себя Христу? Сочетоваюсь, отвечает человек. Или тот, кто является его крестным восприемником, родителем. И все. Всего лишь одно слово. Ну, повторяется несколько раз. Понятно, что по человеческой немощи мы это выполнить не в состоянии, но мы-то должны заявить, мы-то будем стараться или нет. За что нас Господь будет оценивать? Что мы сделали для этого? И вот любой обет, обет о сохранении трезвости, который очень сладкий такой, радостный вообще, трезвость – это потрясающая ситуация. Ее мало известно у нас. Мало известно. Если бы народ узнал, что такое трезвость, его бы не вышибить было из этого состояния. Потому что она настолько радостная, это мы опытно теперь можем говорить. Но обет – это просьба. Господи, помоги. Я желаю. Либо это разные виды этого обета. Скорее, если человек больной, недугом, это скорее назовется зарок. Даю зарок не делать греха. С помощью Божьей опять я не могу сказать, я не буду там пить. Ну, это глупое. Если ты больной, ты не можешь этого не делать. Но я вот буду прилагать усилия свои. Это работает, это действует. И обязательно там целая система обетной практики предполагает комплекс действий. А если это человек вообще, может быть, неупотребляющий, а зачем ему изъявлять обет? Он хочет послужить ближним, народу своему, родине. А если человек не отягощен никакой страстью, то обет в чем тогда он дает? Это добровольный пост, воздержание. Это добровольное ограничение. Обет в том, что он не делает вот этих действий ради Господа и ради ближних своих, которые умирают вот здесь у него там где-то рядом, или у него друзей, или у родных. Я буду воздерживаться от вина и алкоголя не потому, что это вино Господь благословил человеку. Там умеренно пользуются. Но это было очень давно. Сейчас уже все по-другому. Поэтому родина моя умирает от этого страшного недуга. Поэтому я присоединяюсь к тем, что несу этот пост. Это служение, форма служения. Вот вы уже коснулись прям государственного масштаба. Здесь вот периодически приходится слышать такой вопрос. А почему церковь вообще берется за проблему, которая, казалось бы, недуховная, но проблема явно государственного масштаба? То есть то, что Россию там спаивают, скуривают основательно уже много десятилетий, это факт. И, в общем-то, наши друзья в кавычках за рубежом в этом очень заинтересованы весьма. Но это проблема государственного масштаба. Это проблема выживания, существования России в принципе. Почему церковь-то об этом беспокоится? Ну, как бы, вроде, делал церковь там молитвы, таинства. А зачем молиться, если рядом с тобой брат твой умирает от зла? Это все равно, что его или мечом его режут здесь, лишают жизни, или его медленно, цинично убивают на твоих глазах. Те люди, которые являются явно недругами. К сожалению, у нас много соотечественников, которые тоже получают прибыль от алкогольной продукции, естественно. Вопрос большой и сложный. По-разному, как это все... Так и то же государство же на этом зарабатывает-то в конце концов. Да. Налоги, акцизы там и так далее. В том числе, мы знаем историю прекрасно, когда государство активно на этом зарабатывает. Знаете, какая одна из... На том же табаке. Да. Началось в середине прошлого лета. И чем, к чему это привело в конце 80-х годов? К страшной катастрофе. В том числе, это одна из слагаемых была. Потому что государство начало активно получать денежные средства на спаивание собственного населения, народа. Вот сейчас по статистике, одна из первых стран, кто больше всего потребляет алкоголь. Это удивительно. Оказывается, это Белоруссия у нас. Белоруссия по статистике. Потому что государство, в том числе, там тоже участвует в этом. Участвует в получении прибыли. Ну, это всегда... Говорят, что Россия далеко не на первом месте стоит. Что и европейские страны... Я так слухал. Четвертое место. Пьянствуют там немало. И французы, и финны те же. Пьют за милую душу. Так вот вопрос о том, что, естественно, если убивают его ближнего здесь рядом, то, ну, а что остается делать-то? Как это, по крайней мере... Это же нетрезвость, она несет духовную смерть человеку. О какой молитве говорит человек, когда человек нетрезвый? Он будет умирать. Он лишится вечной жизни. И здесь он будет страдать, как несчастный человек. А в будущем он лишится вечной... Как же можно смотреть на это? К сожалению, мы не так активно это делаем, может быть. Не так активно. И в самой вредах нашей церкви тоже немало людей, которые болеют этим недугом. И недостаточно, может быть, еще обращаясь на это внимание. Мы только открываем глаза, что... Ну, о чем можно говорить с человеком, если он химически нетрезвый? Это то есть самая первая ступень. Это предание наших святых отцов. Они все трезвые были. Преподобный Сергий, там, Кирилл Белозерский, Павел Обнорский, кого мы сейчас не назовем. Они все заповедовали трезвость. Сто процентную причем трезвость. Полную трезвость. Как это ни удивительно. Ну, они-то уж, простите меня за это слово, наверное, пьяны Богом были. На самом деле. Можно, наверное, так сказать. Свои святости. Они же были достаточно близки к нему, и поэтому им ничего не надо было больше, чтобы затуманивать свое сознание. А до какой степени человеку, так скажем, духовно не вредно напиваться? Ведь, в принципе, винопитие же не является грехом. Является грехом упивания без меры. Так вот, где эта мера? Как ее человек для себя может определить? Сколько он может выпить? 50 грамм или 500 или 1000? Вопрос непростой. Потому что все мы с детства знаем, что пить нужно в некоторой, по крайней мере, в случае жизни совершенно просто, как жить и дышать. Пить обязательно нужно, хотя бы в некоторых ситуациях. Это у нас записано с раннего детства. Есть разные предания, что так всегда было и будет. Вопрос такой, что интересно, что наблюдая поколение тем, кто для нас бабушки и дедушки является, я многочисленные уже рассказы слышал. Они были трезвые, причем очень сильно трезвые. Они могли выпить когда-то там очень немного. И поколение моих родителей, ваших, примерно, возраста, они выпивали уже довольно-таки регулярно, периодически. Но были еще, не сказать, что сильно зависимые. А с возрастом, кстати, перестали выпивать мои родители. Ну, потому что что-то надо выбирать дальше, приходится, правильно. А поколение, вот, кто нам, третье поколение, вот они, как правило, многие из них совершенно, вот на примере одного только нашего прихода, они многие уже размазаны просто. Они уже живут, они больные. Они, с ранней юности, они, где эта мера? Как это получилось, что они стали самые нетрезвые? Их воспитали уже с детства в нетрезвости, что нужно, это нормально, это хорошо, все. И поэтому мера эта настолько, человек, теряя ее, он теряет трезвость, вместе с тем он эту меру-то теряет. Как дальше, как можно дальше он уходит? Где, сколько раз можно? Два раза в месяц, раз в неделю, как сказано. Есть определенные критерии, там, если у тебя это вызывает, вот у тебя не дали выпивки, допустим, тебе плохо стало, о, уже звоночек там, раздражение, что чувствуешь. У нас мало людей, которые могут совершенно свободно к этому относиться. А если мы выдергиваем из опекона некоторые выражения, что там вино предложено было в древности, то эту ситуацию надо конструировать. Что там пили, как, и как люди трудились, и как они несли какие послушания, и что они делали. Эта выпивка, они не для того, чтобы хмелеть это делали, как выясняется. Все это очень, подмены такие большие, подмены. Даже в церковной среде это очень хитро так можно сделать, вытянуть кое-что и сказать, что так было. Поэтому не случайно, поэтому все отцы, которые трудились на севере, они категорично очень говорили, что русским пить нельзя. К сожалению. Поэтому наши люди в южных монастырях жить не могут. У нас нету, а ведь мы же знаем, как в Реции, да, там вот на святом Афоне вино ставят на стол. И что с ним делают? Три капли нальет туда стакан воды родниковой. Какое там вино? Это очень все такие вещи, которые надо внимательно... У нас вина-то и такого не будет здесь, который там делают. И так далее. Не говоря уже о крепких напитках, о таких, в которых большая крепость. Очень непростой вопрос. Конечно, это каждый человек сам решать будет. И здесь свобода. Но просто говорят, вот есть третья форма такая, когда нужно не иметь употребления и быть очень... Иметь... Открою вам тайну такую большую радость иметь. Не иметь употребления. А эта радость усиливается очень сильно, когда человек в церкви живет. Еще он трезвый. Ох, как это здорово. Здесь я вас понимаю. И вы знаете почему. Модное нынче кодирование. Выход от пьянства, от курения? Ну, тем большая требует грамотного разговора. Форма кодирования... Я постараюсь. Ну, мы тоже не можем таким уж... Принимается как медицинское средство. Если это, конечно, не связано с оккультными влияниями на человека, с таким, может быть, гипнозом, таким кровенным. То есть, вторжением недопустимым в психическую сферу человека. Если это управление словом, воздействие, ну, оно сдерживает. Оно бывает полезно. Гипноз – это же управление словом. В какой-то мере, да. Но я знаю, что церковь к гипнозу очень осторожно относится. Наверное, это определенная форма, когда человек открывает себя вот так. И в него можно... Хорошо, если человек, имеющий влияние, порядочный и делает все аккуратно. Но нельзя раскрываться, то есть, вот так открывать, распахивать душу, и тогда хорошо. А если это не совсем корректно? И быть в бессознательном состоянии. Бессознательным. Молитва – это очень трезвое состояние, очень внутренне напряженное и внимательное. Открываться нельзя. Ну, как бы ни было, любое наше слово, оно имеет влияние, конечно, и педагогическое. Так вот, принимается, если человек дальше что-то начинает делать. Это первый этап. Если он просто ушел, то, как мы знаем, он возвратится снова, он может воздерживаться год-два, но он не перестал быть болящим. Не перестал. Это трагедия, но он должен работать в группе. Он должен, если он верующий, идти исповедоваться регулярно, иметь отношения, идти в общество трезвения, чтобы быть в этом коллективе. Работать дальше, обязательно работать. Не будет работы, не будет никаких результатов. Два года будет не пить, три года – все то же самое будет. Срыв может быть страшной силы. Батюшка, вы, мне кажется, запугаете сейчас наших зрителей этим словом, что надо работать. Я раньше перейду, тогда поделюсь своим персональным опытом. Вы знаете, что я курил очень много, лет 20. Курил, 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 и вот мне это в самом деле надоело. Да, я в самом деле понял, что для того, чтобы бросить курить, нужно искреннее желание. Оно, слава богу, появилось. И вот побывал я на том знаменитом обете, который был, наверное, в воскресенье. Взглавлял его митрополит Даниил, 13 апреля. Да, точно. Вот. И, собственно говоря, единственное, что во мне произошло, я сказал, «Боже, курить я больше не хочу, но без тебя не могу». Дальше произошло самое удивительное. Я не трудился. Я не ударил палец о пальце. Ну, я просто сказал, да, так, Миш, сигареты ты больше не трогаешь, а, в принципе, все остальное он за тебя сделает. И вот так оно и было. Не было никакого труда. Вот месяц уже чуть больше прошел. Не было труда. Почему вы все время говорите о сработничестве? Я так вот на своем опыте понял, что речь идет только об искреннем желании, прям вот где-то туда, до глубины души, прям вот до дна души. Вот такое вот сквозное желание. И все. А дальше дело и то. Я ничего не делал. Или я что-то не заметил. Вы рассказываете сейчас прекрасный пример. Только работа-то эта уже была сделана раньше. Работают для того, чтобы появилось искреннее глубокое желание. А оказывается, это бывает случай. Вы получили подарок. Конечно, он делает все. Конечно, он все дает. Именно подарок. Вот так воспринимают. Подарок. Но до этого было внутреннее вот это вот... Было мерзкое ощущение зависимости. Что я не могу эту штуку бросить сам. Вот это было вот ощущение. Что вот эта вот палочка бумажная с травой внутри, она мною владеет. Это самое главное. Это самое главное. Каждый, кто освобождается от какой-то этой зависимости, он всегда знает и может свидетельствовать, что это было чудо Божие. Чудо Божие. Но подойти к нему бывает долго и нелегко. Иногда подарок бывает действительно такой вот чудесный и неожиданный. Но все равно человек должен его очень хотеть. Так вот, чтобы захотеть, вся проблема, что выздоровление рядом стоит всегда, оно действительно не так трудно. Не так трудно. А почему тогда так мало людей пользуются этим выздоровлением? Нету желания. Вот в чем проблема. Грех. Ну, нету желания. Реально. Просто нет. А как что делать? И хочется с одной ноги на другую. Вот поэтому этот труд, это, значит, труд над тем, чтобы это желание укоренилось как в душе, чтобы мы его приняли, этот дар, чтобы принять не можем. Господь может в любую секунду дать тебе, и, в общем, ты будешь, но только... Но не против моей воли. Ну, конечно, не против. Вот. Это самое главное. А мы за грех этот держимся, за любой грех. И нам не хочется, и тяжело, и болеем. Поэтому мы терпеливо. Иногда подарок дается сразу, это прекрасно. Ну, его надо еще и остаться в нем, в смирении принять. То есть, возможность потенциального человека опуститься снова во все эти свои тяжкие прегрешения, она есть всегда. Всегда, если человек внутреннее смирение теряет, то он, как говорят, научился ездить на велосипеде, может ездить через 20 лет. Научился читать, будет читать через 25 лет. Потенциальная возможность вернуться всегда. Ну, вот мы, как говорится, поддерживаем свою трезвость, работаем над тем, чтобы остаться трезвыми. Чтобы полностью научиться жить, любить. То есть, человеку трудно, что он заново учится ходить, заново учится жить. Он трезвым-то не жил. Ну, в каком смысле-то разном. Он привык решать проблемы. Раз, и заснул сигарету там, или выпил там еще, и вроде опять. А тут все по-другому. Новая жизнь совершенно. Вначале она не такая уж приятная, может быть. Но это не так долго, говорят опытные люди. Год, там, полтора, два. Дальше все становится намного лучше. Поэтому здесь иногда Господь дает нам, чтобы мы потерпели и поработали. Показали свое желание, что оно реально у нас. Утвердились в нем. Да, что оно жертвы требует. Не просто сегодня я пришел там, проснулся, что-то мне плохо. Не пойти ли к батюшке. Сколько таких людей заходят. Еле на ногах стоит. А что толку там? Он как ушел, так и никто его больше не видел. Потом ему полегчало к вечеру. И больше он забыл. А пить-то тоже нравится. Знается, что из этого. Некоторые не имеют сознательное желание. Говорят, мне нравится это делать. Я так делаю. Не мешайте мне. Это тайна. Воля человека непопираема Богом. Даже если она... Церковь не имеет права вмешиваться в такую ситуацию, когда человек говорит, хочу и буду. Все. Не приставайте. Его можно увещевать, что-то показывать. И то, если он хочет. Если он готов тебя слушать, можно к нему обращаться. А вот если близкие переживают за этого человека, за родного своего, что им-то делать в такой ситуации? Ну, это целый вопрос большой. Целая тема. Конечно, все переживают. Как можно видеть, как рядом с тобой умирает близкий муж, сын. Сам умирает. И близких тех же мучает. Мучает, конечно. Жену, там и мать, и детей. Знаете, люди на занятия ходят и лекции слушают, чтобы, наконец, научиться жить, во-первых, в этой всей ситуации. Не умирать. А то, бывает, мать умрет раньше, а он бегает еще лет 10. Терроризирует остальных. Она уже умерла от всяких приступов. Она ничего не пьет, допустим. Или жена ходит, как тень. Не брос у нее печень болит, сердце колет. Тяжело жить с человеком близким, которого ты любишь, и который на твоих глазах разлагается. И что сделать? И что ты не можешь сделать? У него своя воля. Это очень большой вопрос. Как правильно здесь делать? Как сделать так, чтобы не быть пособником его и продолжать относиться к нему с любовью? Как представляете, его продолжать любить, но не разделять его беззакониями. Давайте не будем ходить вокруг. Это целая тема. Вокруг да около. Да, я уже понял, что это большая тема, которую мы даже в рамках нашей часовой программы, видимо, не можем раскрыть. Тогда у меня к вам просьба. Я так понимаю, что при вашем храме есть общество трезвения. И есть, по-моему, курсы. И недавно к вам приезжали из Москвы, по-моему, из Екатеринбурга батюшки, которые делились своим опытом. Расскажите, пригласите. Да, конечно, это была прекрасная встреча. Готовилось. Большие мероприятия прошли. Декада. Целая неделя была. Комплекс такой. Был толчок дан хороший. Общество трезвения у нас год примерно, как с прошлого года, крестного хода появилось. Мы учились, пробовали. Что-то появлялся первый, может быть, опыт. Успехи есть? Ну, конечно, ну, как сказать, ну, их всегда может быть мало, но их не может не быть, если люди смотрят в одну сторону определенные. Это не массовое шествие, но это зона, где человек может прийти, это территория трезвой жизни. Мы сами вступили на путь трезвения. Самое главное. Я для себя, например, выбрал этот путь. Не сразу и не вдруг. Сейчас мы о вашем опыте поговорим тоже. У нас есть звонок, чтобы не ждал телезритель. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, Христос, Воскресе. Меня интересует такой вопрос. Как церковь относится к гороскопам? Потому что сейчас я смотрю вас в прямом эфире и вижу бегущая строка с гороскопами. Плохо слышу. Вопрос о том, как церковь относится к гороскопам. Ну, видимо, к предсказанию судьбы, гадалкам. Ну, можно попробовать, наверное, в комплексе ответить. Но мы же при этом помним, что к Иисусовым яслям первыми прибыли волхвы. То есть, собственно говоря, звездочеты. То есть, их вроде бы, как с одной стороны, священное писание не гонит. Но с другой стороны, мне припоминается, там есть стих, который не рекомендует к ним обращаться. То есть, пытаться узнать свое будущее. Каково отношение церкови к этому? Здесь одним словом называются совершенно разные вещи. Кого назвали звездочетами в Новом Завете, это настоящие ученые, которые знали истинные поручения. С современным языком астрономы. Астрономы, математики, возможно. Там целый комплекс. Это ученые были, которые изучали действительно. Но то, что сейчас в окханале, можно сказать, творится, Господь не разрешает нам вот таким образом заглядывать в будущее. Категорически нельзя. Неправильные установки человеку ставится. Гороскопом пользоваться нельзя. Даже если он где-то и совпадает. Это неразрешенное. А почему? Почему? Что вредно в этом? Узнал человек свое будущее. Большой вред. Узнать будущее можно только от Господа Бога. Только от него. И в той мере, в какой это полезно человеку. Мы ведь не знаем свое будущее. Потому что это нам знать нельзя на данном этапе. Мы неправильно действуем. Мы получаем ложные ориентиры. Наша жизнь смешивается. Здесь очень много дурных последствий. Вот это невинное. Даже невинное. Там встречи с кем будут. Потом они, понятно, на определенном уровне. Они не затрагивают глубокой духовной жизни. Потому что туда проникнуть нельзя. Но все равно вот эти вот, что делать нельзя, что это крайняя вещь такая мерзкая. Крайне мерзкая вещь. Она засоряет. Она, так сказать, очень нехорошо действует на человека. Человек должен быть открыт. Ты, Господи, вот он, я стою перед тобой. Что я должен делать сегодня? Он не слышит то, что Господь говорит. Гороскопы – это очень коварная вещь. И те, кто это делают, они знают это прекрасно. Они меня, Бог, услышали, не знают. Что они делают? Это отличается от пророчества и от пророков, которым Господь влагал говорить Слово Божие. Их единицы. Мы знаем, что такое пророчество, а что такое незаконное волхование, чародейство, волшебство, за которое страшное наказание полагались в Ветхозаветной Церкви, в народе. Почему еще, в принципе, стремятся узнать будущее? Чего так-то не живется? Какие причины? Ну, кому не хочется узнать будущее? Конечно, хочется. Ну, как дети, ну, конечно, хочется. И чтобы знать, что, ну, будущее, оно очень так вот двояко. Если мы узнаем, какой нас крест ждет, мы можем испугаться. Если мы узнаем, какая радость, мы не можем выполнить этих задач. Если мы, вот, расскажи советскому народу, какая его отечественная война ждет. Многие бы впали, может быть, вообще там, в расстройство, по больницам бы разъехались. Что тебя вырежут всех близких, что ты останешься одна там или один. Там, или без дома, без города. Ну, выжили же. Смогли сделать то, что... Ну, как если бы они это в предсказании бы узнали, что какая бы не была трудная война, все равно 9 мая 45-го года мы будем в Берлине, и наше знамя будет над Рейстагом. Ну, надо сказать, самые главные вещи Господь... Это может расслабить, наоборот. Ну, то, что нужно, Бог открывает нам, человеком. Мы знаем прекрасно новозаветные пророчества, вот, апокалипсис. То, что нужно, Господь человеку дал. А то, что вредно человеку, иногда и нередко открывается кончина смерти. Ну, вот, за год часто людям благочестивым, чтобы он еще больше пришел в лучшее состояние, чтобы он готовился. Это простые люди это получают известие. Иногда близкое будущее может открываться, но только это можно принимать от Господа Бога, больше ни от кого. Иначе будет обман, будет тонкая подмена, которая не даст человеку правильно действовать, точно, так сказать, выполнять свои... Он будет обманутый и промахнется в цель. Понятно. Но, вот, Бог, он где-то там, его же не слышно. Как его услышать-то? Люди-то, вот, эти гадалки, гороскопы, вот оно все же рядом. Их можно услышать. А как человеку Богу-то услышать? Это наш эгоизм. Бога может и должен слышать каждый человек. Потому, что Господь нас создал, Он говорит в нашем сердце, и мы это знаем точно. Только трудиться для этого нужно. Для этого нужны определенные условия. Вот, при этих условиях человек может слышать Господа Бога. Не будет их выполнять, слышать не будет. Какое это условие? Чистый сердцем Бога узрит. Ну, одно, так явно выраженное. А чтобы хранить чистоту сердца, надо от чего-то отказываться. Надо смиряться. То самое трезвение. Трезвение, это то же самое. Трезвый сердцем Бога узрит. Услышат, поймут. И мы это, в общем, это наш опыт, мы это знаем. И любой верующий человек, ну, в какой-то мере, он это знает. Не скажет, что я не слышу. Может быть, это по-разному. Конечно, это личное такое, но это есть. А как жить-то иначе? Мы волю Божию каждый день спрашиваем. Господи, что мне делать сегодня? Вообще-то в утренних молитвах. Вот мы просим вам, чтобы он явил свою волю и на сегодняшний день. И очень хорошо все получается, надо сказать. Очень хорошо. Этот опыт есть о большом, огромном количестве людей. Когда мы себя обманываем, что... Ну, в определенные условия их надо выполнять. Богом данный. Не выполняешь результат. Тогда хочется узнать другим путем, способом. Другим способом. А там будет опасное... Ну, заменят тебя. Ты примешь за настоящее. Раз и в ловушку. Просто обманут. Обманут. Скажут, что-то легко, а это тяжело. Очень хитро обманут. Тяжело или наоборот. Вот люди иногда идут на эти занятия, посещают целителей, которые занимаются такими делами, как бараны. Господи, помилуй и прости. Просто как бараны, с тремя дипломами. Знать ничего не хотят. Гордо идут. Я все решил, я все понял. Там же помогают. Помогают. Только ты ничего об этом... Тебе так помогут, что потом... Ты не скули и не жалуйся, что тебе плохо потом стало. И твои дети, как одержимые, бегают там по дому, что с ними происходит. Тут много последствий. К сожалению, об этом мало говорят. Боятся потому что... Ну, или еще много причин. Много разных причин. Мало об этом. Пишут, говорят. Если бы об этом книги написать, может быть, ну, к сожалению... Ну, есть, конечно, и книги написаны. Но человек, опять же, он же все знает, все сам. Он же все... Я все решил. Я же нормальный человек. У меня все в порядке. Я все под контролем, как у нас говорят. Потом раз и контроль. Ну, вот как-то стаду-стаду рознь, получается. Вы говорите, вот туда идут, как бараны. А ведь, ну, и православных ведь называют стадом. Ну, правда, малым. И то, и другое стадо. И там бараны, и тут овцы. Вот овцы, сказано в Евангелии от Иоанна, глазом моего слышат, а за чужим глазом не идут. Это особенность, наверное, мы культуру эту пастухов мало знаем. Вот говорят, кто животными обращается, что они слышат голос пастуха своего. И Господь не случайно дал этот образ, потому что за чужим пастухом они так вот не пойдут. Ну, по крайней мере, так толкуют Священное Писание в этом месте, что вот пастыри своего, истинного, настоящего, они истинные. Поэтому вот истинные овцы, они... Этот образ, да, Господь дал сам. И себя же причислен, он же называется Агнцем, то есть непорочным, невинным ягненком, который вот приносит в жертву, в заклание. И в том-то и отличие, что когда приходят волки, то настоящие овцы за волками-то не будут идти. Даже в овечьих шкурах стараются голос, потому что слышат голос. Тембр знают голоса. Человек сам себе выбирает пастыря? Или все-таки его можно на этапе выбора обмануть? Вот кто-то идет к Богу, да, идет к истине. Кто-то идет в секту. Кто-то трезвится, кто-то пьет. То есть каждый себе маячки выбирает сам. Каким образом? Одни обманываются, другие нет. Обманутся все. Потому что мы никто не можем видеть истину, как она есть. Я бы так бы сказали, мир, как он есть. Но кто чего хочет, тот туда и идет. Воля человека священна. Даже Господь ее переламывать не будет. Идешь к плохому, получи плохие плоды. Так хотят-то все к хорошему, а попадают, обманываясь к плохому. Вы сами говорите, никто до истины не дойдет, все обманываются. Не то, чтобы не дойдет. Обманутся все. Если человек хорошего желает по-настоящему, Господь обязательно к хорошему приходит. Что он хочет, тот по большому счету в жизни, то человек и получает то, что он хочет. Может быть, не сразу, не вдруг. И человек сознательно хочет злого. Как бы он себя не обманул. Он знает, что это злое, но он выбор этот делает. Конечно, это во времени все происходит. Много есть времени подумать, повыбирать. Но какие-то повороты бывают неожиданно. Вот принял решение, пошел дальше. Но это, конечно, тайна. Человек этот последний выбор он делает. Хотя, да, любого человека теоретически можно затащить в секту. Практически наша психика так устроена, что нас можно обмануть. Но все-таки, если человек, Господи, говорит, помоги мне, я не понимаю ничего. То помощь бывает. И то, что трудно разобрать своими собственными силами. Нас за ручку берут, говорят, сынок, не иди сюда. Здесь не надо. Здесь плохо. Плохие люди. И отводят в место, где хорошие люди. Если ты хочешь этого. Если ты Бога просишь. И так всегда бывает. И попадают в эти сети люди в определенном состоянии. В определенном состоянии. Не сказать, что они все, конечно, понимают. Но случайного-то здесь нет ничего. Почему Господь-то к вопросу о случайности не попускает так, чтобы у человека в какой-то тяжелой, кризисной ситуации рядом оказался не сектант, а православный человек, который его в храм приведет, который его в молитве научит, который научит его с Богом разговаривать, дружить с ним, в конце концов. Великая тайна жизни каждого человека. Не просчитаешь. Великая тайна. Мы только знаем, что из всякого видимого зла можно получить огромную пользу. И мы знаем, что бывшие сектанты становились великими миссионерами, даже святыми. То есть даже если ты попал по каким-то обстоятельствам неведомым, бывает промысел, который трудно укладывается в наше слабое логическое размышление. Берешь жизнь человека, иногда смотришь удивительно, песня, то есть роман целый. Жизнь человека удивительна, разнообразна. Я не видел ни одного неинтересного жизнеописания. Вот сколько мне людей не рассказывали о своей жизни. Каждый раз это откровение новое. К сожалению, не хватает времени, талантов, чтобы это все записать. Может быть, единицы могут это описать. Нужны способности определенные. Но удивляешься, насколько это удивительно. Каждый раз в жизни человека она уникальна. Она богом данной, это мы убеждены. И это дело человека, выводы делать правильные. Случилось что-то плохое. Один стал добрее, другой стал хуже. Это только от человека зависит. Никто больше тут не... Внешне зло, вроде бы, человек стал выше. Это называется промыслом у нас. Ну, как ты к этому отнесешься? Это будет твой ответ личный. Тайна души человеческой. Они говорят, что все плохо у меня, ко мне плохо относятся. Я поэтому такой вот злым буду таким. Ну, по-разному. А другой у нас ходит все дальше и дальше. И его бьют со стороны. Разве не программист несет ответственность за то, какой свой случайный выбор сделает написанная им программа? Бог же наш творец и создатель. Значит, те решения, которые мы принимаем, они в определенном смысле, им в нас заложены. Больше же нет другого дворца. Ну, здесь к такому большому догматическому вероучительному вопросу мы подошли. Есть ли свобода воли у человека? Некоторые религиозные системы лишают человека полной свободы выбора. Но все-таки у нас вот наше представление о том, что последнее слово за человеком будет. Это дар Божий. Выбирать, сравнивать. И Господь бережет это. Даже вплоть до того, что человек имеет волю погибнуть. Удивительно. Господь знает все о нашей жизни. Но в то же время он знает, какие мы выборы сделаем в какие-то моменты. Нам вообще трудно об этом очень разумевлять. У него как открытая лента. Для нас будущее, прошлое, а для него все видно сразу. И он дает человеку возможность, чтобы как можно больше добра ему дать. Вот мы так, наше учение, а так об этом говорит. Чтобы выше поднять человека, дать ему все возможности. И лишить, и дать меньше, чтобы он зла сделал. Поэтому часто бывает так, чтобы лишить его возможности много зла творить. Может быть даже и так. Но последнее все-таки слово. Вот это тем человек и отличается. То он может сказать, нет, Господи, не пойду. Или наоборот, приложить все свои усилия. Да, буду стараться, буду терпеть. Это великое, это величие в этом человеке. Потрясающее просто величие. Можно Богу сказать, нет. А вот звери так не могут говорить. Они всегда говорят, да, Господи, что скажешь. Делают. Они не грешат. А выбор за человека может всю вселенную потерять. Это потрясающее величие. Право человека быть с Богом и быть без Него. И отвергнуть его. Напоминаю, телефон прямого эфира 639-717. Позвонив по этому номеру, вы можете задать отцу Феодосию свой вопрос. Свой любой вопрос. Любой. Так, а мой вопрос у меня вылетел из головы. О личном опыте что-то мы... Да, мы остановились на вашем личном опыте. Вы сказали, что вы, я так понял, вообще к алкоголю не перетрагиваетесь больше. Об этом речь шла. Если так конкретно говорить, то у каждого человека свои ситуации были. И у меня в юные годы был период с 22 лет примерно до 30, когда я для себя... Мне это стало тяготить. Выпивал я, в общем, имел к этому отношение в юности, в детстве даже. Ну, как в детстве, там, старший класс. В 83-м году закончил школу. На выпускном вечере мы на пилисе. Как всегда было, да. Крепких напитков, да, и прочее. Ну, и повторялось это периодически и так далее. Потом я был студентом. Естественно, мы тоже участвовали в винопитии, как могли, как умели. Потом мне это стало мешать в жизни, очень сильно мешать. Надоело мне это все. Я выбор сделал в трезвой жизни. Просто сказал, Господи, ну, я так и шел по пути. Еще не был церковным человеком, далеко еще, но вера была. Бог к Господу обратился и сказал, что больше дай мне силы, я отказываюсь от употребления. И все было очень просто и хорошо. Никто меня не трогал. Друзья от меня не отвернулись и уважали мой выбор. Мне было хорошо. Но потом постепенно, надо сказать, церковная жизнь опять растворила. Не сразу, конечно, а потому что вот эта наша так называемая культура пятийная, она преследует везде. Вопрос решить надо поставить. Важные люди пришли, надо налить. И вроде как неприлично. Еще с кем-то, ну, и так далее. Понемногу. Ну, а теперь вот, не сказать, что проблема, но это было неприятно уже в жизни. Тоже неприятно. И совершенно не случайно я вспомнил все-таки о том, что я давал уже обещание Богу жить трезво. И мне было хорошо. Постепенно вот жизнь вывела, что сразу появлялись люди рядом алкоголезависимыми. Но я стал понимать, что если я сам не буду жить трезво, абсолютно, то есть 100%. Малоэффективно будет мое общение с ними. Оказывается, это опыт всемирный такой. Если хочешь помогать страждущим, живи трезво сам. Поэтому это двойное. Это и личное такое удовольствие, можно сказать, удовольствие. Ну, и служение общественное еще. Потому что люди сказали, батюшка, уже пора определяться. Мы уже ездили на семинары. Мы тут в Екатеринбург. Значит, нас научили там. Все объяснили. Как создаются трезвенные сообщества. Все, надо работать. Я понял, что время пришло. Слава Богу. И хорошо. Ваше послушание как-то связано с вашим личным опытом? С опытом, конечно, связано. Как-то так Господь управляет, что дает то, что срочно тебе. Близко. Чем больше я от трезвости узнаю, и вживаюсь в эту тему, открываясь мне удивительное. Мы, к сожалению, во многом потеряли христианская жизнь. Это само собой разумеется, что она должна быть трезвой. Тогда мы можем дары Божьи просто полной грудью вкушать. Ну, как бы эта ступень такая, не конечная, конечно. Это далекий путь, трезвение. Это ведь путь тонкой работы над собой. Получается, Господь дает такие послушания, что те неприятности, вернее, те страсти, видимо, которые ты преодолел сам, то, чему ты научился, только тогда ты можешь учительствовать и вести за собой людей. Может быть, несколько пафосно я сказал. Ну, хотя бы ты на этом пути, да. Преодолеть это чудо Божье. Ну, на пути. На миллиметр дальше, чем другие. Ну, скажем, да. Или примером хоть в чем-то являться. Потому что, конечно, когда скажут, «А батюшка у нас пьет. Рюмку поднял. Поднял одну, скажут, десять поднял». Или там, ну, вот сразу же. Народ у нас смотрит ведь на пастыря. А если ты сработаешь с людьми болящими, как один сказал, очень выдающийся деятель в Санкт-Петербургске, он живет, профессор Григорий Григорьев, отец Григорий, священнослужитель, говорит, «Я много лет занимаюсь с алкоголезависимым, он уже 30 лет трезвый, сознательно, убежденно. Много занимаюсь. Я столько людям оказал вот этой помощи профессиональной, что если я начну употреблять алкоголь, я стану страшным алкоголиком сразу. То есть мне просто не выжить». Это правильно. И тем более он должен являть, естественно, примером, что жить можно трезво. Вот смотрите на меня. Жить можно очень хорошо. Ходит, улыбается. Все хорошо, весело. То есть что-то не страшно. Что-то не какие-то печальные люди, которые зубами скрижещут, ой, хочется там, не хочется уже, хочется дальше идти. А дальше следующие двери открываются. Не потому, что Господь что-то делает плохого, он длино даровал человеку. Этот вопрос надо разбирать внимательно, честно. Что, как это все было, значит, честно только, без всяких натяжек таких, без мифотворчества, скажем. А мифотворчество здесь большое, в этой области. Обмана много. И вот приходится слой за слоем скрывать эти все вещи. К сожалению, об этом у нас мало. Но это наша потребность нашей страны, нашего народа. Только трезвый человек может что-то сделать хорошее. Семью создать там. Что-то сделать хорошее в жизни. Ну что ж, время летит незаметно, и наша программа потихонечку подошла к концу. Я хочу напомнить, что в это воскресенье, 18 мая, в 12 часов дня, от храма Александра Невского, что на Ленинградском проспекте, пойдет крестный ход, который завершится молебном об изъявлении обетотрезвения. Друзья, я вас всех приглашаю. На собственном опыте понял, что это работает. Вот. Приходите. Есть проблемы. Отец Феодосий вас встретит. Все поможет. И уже не так на людях, как мы сейчас. Поговорит с вами лично. И, я думаю, найдет способ, как вам помочь. Батюшка, я вас благодарю за беседу. Надеюсь, не в последний раз. Будем вас приглашать еще. Спасибо. Спасибо, Господи. Спасибо. С Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok